Кто еще претендует на наш урожай? Этот вопрос сейчас выясняют специалисты Росельхозцентра Республики. Они проводят мониторинг полей на наличие опасных вредителей и заболеваний растений. Если сделать 10 взмахов энтомологическим сачком на поле, в данном случае ячменным, и посчитать всех пойманных насекомых, получится средняя плотность вредителей на квадратный метр. Такова технология метода кошения. В сачок Надежды Прохоровой попались те, кто может серьезно подпортить урожай. В основном тут трипсы. Сейчас как раз период вредоносности у трипсов. Сейчас идет калашение. И вот особенность трипсов, они как раз сосут колос, там зерно. Получается у нас щуплое зерно и некачественное. Помимо трипсов, которые внешне напоминают маленьких черных жучков, встречаются гусеницы зерновой совки. Впоследствии они превратятся вот в таких бабочек. А до этого испортят зерна в колосиях. Есть любители листовой поверхности. Это личинки пиявицы. Кроме насекомых, посевам угрожают болезни. Насчет болезни, если посмотрим, тут в основном встречается вот это. На ячмене сетчатый гельминтоспириоз. Вот такие пятна есть. В чем вред? В общем, ухудшается фотосинтез у растения. Ну и, соответственно, влияет на урожайность, на качество зерна. Эта ситуация на отдельно взятом поле. Что касается всей республики, специалисты уже промониторили больше 100 тысяч гектаров. На зимых зерновых культурах очень сильное развитие мучнистой росы. На ячмене сетчатого гельминтоспириоза. Из вредителей особое внимание нужно обратить на трипсы, тлю и хлебные бложки. По сравнению с прошлым годом, можно сказать, что все вредители и даже эти же болезни, они начали более раннее развитие и более эпифитативное развитие, массовое заселение. Потому что погода сопутствовала этому развитию. В ближайшее время мониторинг продолжится. Если ситуация будет приближаться к так называемому экономическому порогу вредоносности, чтобы спасти урожай, агрария необходимо будет начать химическую обработку посевов. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Бахтияр Велиев, Республика.